Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня, наконец-то, я решила поставить точку в нашем важном мероприятии Summer School for English Teachers in Finland 2018. Дело в том, что уже давно ко мне приходят заявочки новые и много вопросов по следующему набору. И у меня готовы все материалы для того, чтобы выложить про Winter School 2018, про Summer School 2019. И вроде бы уже и время, и все готово. Но что-то не давало мне все это время выложить рекламку и объявить набор на Winter School, который будет в декабре этого года, буквально через 4 месяца. И сейчас я поняла, почему не закончена еще Summer School. Осталась последняя точечка. Вот сейчас эту последнюю точечку, а именно мой фидбэк, как тренера, как организатора, как методиста, я поставлю. И тогда уже можно будет объявить набор на Winter School. Уже подгружены фотографии в одноименный альбом Summer School for ESL Teachers in Finland 2018. Уже загружены видео тоже в нашей группе Cambridge Teachers, целый альбом я создала. Фидбэкс участники написали за этот месяц тоже, прошел ровно месяц. Даже наши арабские коллеги сделали видео, фидбэк такой. Ну вот, настал и мой черед. Сказать свое мнение о том, что все-таки это было, получилось ли оно, и что делать дальше. Сразу скажу, что я не просто довольна, я больше, чем довольна. Если вы скажете, на сколько процентов сбылось то, что было запланировано, это сбылось больше, чем на 100%. Я реалист и, да, романтик в душе, но что касается своей работы, я реалист, я ставлю реальные планы всегда и реальные планки. Но учителя, которые подобрались, конечно, молодцы. И на самом деле мы думали, что получится, планируя это событие, да, я с ректором Леркулы планировала так, что это будет два в одном. Курс, который действительно нужен учителям английского языка. Методический курс, половина, да, и половина совершенствования своего английского языка с носителем языка и так далее. Но получилось больше, чем мы задумывали. Почему? Во-первых, язык тренировали мы не только с носителем языка, который был у нас из Ирландии, как бы, да. У нас был также там преподаватель из Америки, то есть была возможность практиковать два разных акцента. И, конечно, все две недели, абсолютно все две недели мы говорили по-английски, потому что там живут, в Винляндии, как бы, мультикультурное такое сообщество. И английский язык там абсолютно норма, и много-много иностранцев, много разных акцентов. То есть и listening, и speaking skills, конечно, практиковали мы очень здорово. Что касается методических сессий, то темы действительно были очень актуальными для всех учителей. Хотя одним из моих worries было, что, поскольку группа подобралась международно из разных стран, что это будет не горячая тема, как бы, для всех participants, для всех trainees. Но, слава богу, это оказалось не так. И не зря все-таки, вот не зря, и я советую это всем тренерам и себе, возможно, заметочку, что все-таки правильно я сделала, что предварительно сделала анкетирование, опрос о том, где работают, то есть зная background своих trainees, зная их нужды, зная их запросы, ты всегда сможешь правильно выстроить свою программу так, чтобы действительно максимально принести пользу всем своим trainees, что я, в принципе, и сделала. А почему, говорю, получилось еще больше? Получилось три в одном. То есть английский язык, методика и плюс еще культурная программа. У нас все-таки было, несмотря на интенсивный такой, как бы, режим работы, у нас было свободное время, во время которого мы могли и в спорт поиграть, в различные игры, и в лес ходить по ягодам. И мы много путешествовали. Мы ездили на пароме в Стокгольм, мы побывали в Хельсинки, мы побывали в Турку, даже в Ханку. Ну, в общем-то, получилась такая, в общем-то, язык, методика и культурная программа. Что касается еще, вот вернусь к своим методическим сессиям, да, мои участники, они не просто слушали, не просто конспектировали информацию, да, у них сразу была возможность все это применить на практике. Я попросила их привезти с собой текстбукс, по которым они работают, свои программы, учебники. И все, что вот мы брали, допустим, Teaching Grammar, тут же они на своих, послушав, как бы, да, структуру урока, все мои рекомендации и так далее, они сразу на своих курсбукс, на своих текстбукс, которые они привезли, для своих групп, которые будут у них в сентябре, уже писали Lesson Plan. И мы его корректировали уже вместе. И так было вот по каждой теме, да. То есть таким образом, что они не просто вернулись домой более подкованно методически, но они еще и поехали с готовыми планами уроков именно для своих групп, именно по своим учебникам. То есть у нас не было такого общего бла-бла-бла, у нас сразу все было конкретно. Также они увезли с собой очень много готовых материалов к использованию, и мобильные приложения мы обсуждали. Ну, в общем, все, что нужно вот современным подросткам и взрослым, программа была именно о них, как бы методическая программа, да, у них уже все это готовенькое есть в сентябре. И, конечно, много inspiration, много motivation они получили. Я надеюсь, что им хватит этого больше, чем на следующий учебный год. Конечно, тот факт, что группа была у нас учителей из разных стран, это стало таким вот своим, ну, я даже не знаю, как сказать, но это было здорово. Это было тем фактором, который, ну, стал изюминкой тоже нашего курса, да, потому что, во-первых, общение с коллегами из других стран, разные методики, разные учебники, разные, то есть их учили по-разному уже изначально, как бы, да, как преподавать. Вот. И у нас была возможность уникальная, я считаю, да, вот мы сделали конференцию такую, которая рассеялась на несколько, на самом деле, частей, узнать о системе образования в разных странах мира, конкретно от учителя, который там работает. И мы вот сравнивали и узнавали, и много для себя, конечно, интересного узнали. И самым полезным фактором, я считаю, из этой школы то, что мы, учителя, побывали в шкуре учеников. И мы на себе ощутили, и мы поняли, как надо себя вести на уроке, как не надо себя вести на уроке, как надо и как не надо преподавать. То есть у нас были и позитивные, и не очень такие вот моменты от других учителей, да, которые мы сразу почувствовали, и со стороны, конечно, посмотрели тоже на себя и на свою работу по-другому. Я проанализировала, уже приехав сюда, в Россию, я проанализировала, у нас были такие suitcases, reflection suitcases, я проанализировала их. Там мы писали ожидания, волнения, достижения. И reflection по поводу, вот, participants писали по поводу summer school. Но я пришла к выводу, что, конечно, они получили все, зачем туда приехали, и даже больше. И вы это можете прочитать тоже в их feedbacks, и посмотреть в их глаза и лица на видео, и вы это тоже поймете, да. И я хотела бы отметить, что у многих учителей была боязнь, был такой барьер разговаривать. Да, и это неудивительно, потому что я на самом деле, вот, приехав в Россию, поняла, что действительно есть такие учителя английского языка, которым очень не хватает практики, очень не хватает живого общения. Конечно, это разные вещи, работать по учебнику, либо давать живой английский, самой владеть, как бы, живым английским. Но они большие умнички, что они приехали, и, конечно, там они смогли перебороть этот барьер и разговорились, конечно, да. Я говорю, что были разные акценты, и кроме как, ну, английского, там, там, ну, между собой, может, немножко они по-русски говорили, там, живя в комнате в одной. Вот, а так, конечно, все остальное было на английском, и весь тренинг проходил на английском языке. Хотя вот тоже одним из worries было переживание, что они не поймут, учителя писали мне, да, что они не поймут и не запомнят информацию, как бы, потому что было, конечно, очень много, тренинг действительно был интенсивный. Но я хочу сказать, что атмосфера вот этого кооперативного тренинга, именно такой аппроуч я выбрала, collaborative approach для summer school, он помог им создать вот эту вот непринужденную атмосферу, где они не просто слушали и практиковали, да, но они еще и делились своим опытом, своими заданиями и так далее. Ну, и вот среди достижений, среди достижений я прямо вот выписала себе отдельно, как бы, да, мне понравилось, что несколько человек написали, что наконец-то сбылась моя мечта. То есть кто-то очень мечтал поехать в Финляндию, либо мечтал побывать на таком вот большом тренинге, кто-то мечтал пообщаться с носителем языка, и вот мы дали им эту возможность, и мы исполнили чью-то мечту. Многие написали, что они улучшили свой английский и научились строить уроки. Что значит научились строить уроки? Я сразу хочу пояснить, что я не любитель общего, general такой вот, как бы, lesson planning, да, давать. Это неправильно. Мы разбирали каждый вид урока и к нему делали разные виды планов. То есть, например, для listening lesson это будет один эффективный план. Когда ты даешь vocabulary, это совсем другой lesson plan. Когда ты отрабатываешь vocabulary, это тоже другие, как бы, да, должны быть stages, соответственно. Вот, поэтому мы разбирали их от и до разных типов уроков. Вот, и многие осознали, что они научились строить такие уроки. Написали мне тоже, вот, это очень ценно, потому что это говорит о том, что это reflective teacher. А reflective teacher, он всегда тот, который будет совершенствоваться дальше, дальше и дальше. Так вот, они мне написали, что они поняли, наконец-то, что именно им нужно изменить, и на что больше обратить внимание в своей педагогической практике, в дальнейшей работе с взрослыми и подростками. Вот, ну, что касается моего личного, как бы, так, достижения, я хочу сказать, что participants, конечно, мои, они не просто скоперировались, но они подружились. Это было заметно уже сразу через несколько дней. Они, конечно, это здорово, потому что, ну, представьте себе, люди переехали совершенно из разных городов, из разных стран, разного возраста, разного уровня и преподавания, и языка, разная культура, разное вероисповедание, и вот они сдружились. Это было здорово, и мы до сих пор продолжаем все вместе общаться в нашей закрытой группе WhatsApp, и я не хочу это общение заканчивать ни в коем случае. Они просят у меня советы, они спрашивают у меня различные вопросы, с которыми они сталкиваются или с трудностями, и я, конечно, с радостью по мировозможности отвечаю и буду продолжать это делать. Что я могу сказать, что для меня какой-то находкой было то, что именно вот в этой самой школе, хотя я столько тренингов проводила, и семинаров, и конференции, как методист, да, но для меня было открытием вот именно сейчас, что не все учителя любят стандартные классические уроки, как бы, да, и материалы, что есть учителя, которые используют какие-то необычные, нестандартные способы обучения английскому языку, и они в этом достаточно успешны тоже. Поэтому, конечно, я хочу сказать, завершая свой, как бы, так, фидбэк по самой школ, да, что нужно каждому преподавателю развивать свою изюминку прежде всего. Она есть у каждого из нас. Каждый преподаватель уникален. И вот эту уникальность нужно осознать и подобрать такие методы, такие способы преподавания, которые подходят именно вам. В таком случае вы действительно сможете принести большую пользу своим ученикам, и вы будете ощущать себя полезным, нужным, и у вас все всегда будет получаться. Так что развивайте свою изюминку. И я очень счастлива, что это событие состоялось, все намеченное исполнилось, даже больше, чем ожидалось. И теперь уже вот скоро-скоро, на этих днях, я смогу объявить набор на Wenches School 2018, ну а затем уже будем ждать вас в Финляндии на Summer School 2019. Продолжение следует... Продолжение следует...